МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страховый партнер программы «Бардачок» – Харьковская муниципальная страховая компания. Мы повертаем вытраченные деньги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Наступил июль, а с ним долгожданная пора отпусков. Многие уверены отправятся в путешествие. А у меня попутешествовать уже получилось. Правда, ездил я не отдыхать, а работать. Поэтому сегодня мой рассказ о поездке на Ближний Восток. В этот раз мне посчастливилось отправиться на землю бетованную, в Израиль. Зачем и почему эта тема отдельного рассказа сейчас о самом путешествии. Самолет из Борисполя летит туда чуть больше трех часов. Аэробус Международных авиалиний Украины приземлился в аэропорту Бен-Гурион, из которого мне предстояло добраться до столицы Израиля – Иерусалима. Поездка в местной маршрутке – первый глоток здешнего автоколорита. Во-первых, по нашим меркам недешево. За 50 минут поездки пришлось выложить местный эквивалент 19 баксов. А во-вторых, обязательное требование – пристегнуть ремни, которые все дружно проигнорировали. В качестве бонуса подвезли прямо к нужной гостинице. Междугороднее шоссе номер один, соединяющее Тель-Авив и Иерусалим – отличная трасса, ровная и практически прямая. Но ее вскоре расширят. Дорожные работы идут здесь весьма интенсивно. В отличие от наших условий, местные дорожники буквально вгрызаются в камень, чтобы максимально сгладить профиль трассы. Объемы вынимаемого грунта просто поражают. Однако из-за дорожных работ даже на таком шоссе случаются пробки. Обычно заторы возникают на въезде и выезде в город, в зависимости от времени суток. Очень много народу обитает вне мегаполиса, поэтому утренние и вечерние часы пик резко снижают скорость потока. Кстати, на междугородной трассе разрешено 110 км в час. Еще один фактор, влияющий на движение вблизи стратегических объектов, того же аэропорта, например, – это пункты контроля. На безопасности здесь все буквально помешаны. И это понятно. Государство Израиль с самого своего рождения находится во враждебном окружении плюс внутренние агрессивно настроенные элементы. Местные жители относятся к этому абсолютно спокойно и с пониманием. Речь идет об их безопасности. Рамки металлоискателей стоят на входе во все госучреждения и более-менее крупные торговые центры. А уж когда заходит речь об охране первых лиц государства. В общем, с этим нужно смириться, ни в коем случае не протестовать. Дорожное движение на городских улицах немногим отличается от нашего, разве что порядка здесь немного больше. Поэтому путешествие на машине не вызывает никаких трудностей. Знаки абсолютно понятны, разметка всегда видна. Светофоры – ничего необычного. Ну, разве что на перекрестках для каждого направления может быть свой светофор с соответствующим знаком, показывающим, куда можно ехать из данного ряда. Пешеходов здесь пропускают все и всегда, без исключений. А вот сами пешеходы иногда порываются перейти на красный. На всех светофорах для пешеходов имеются специальные кнопки для слепых. Другим пешеходам использовать такие девайсы нельзя. Кстати, о знаках. Единственный не встречающийся в наших краях знак с изображением ладошки – стоп. Смысл тот же, что и у нашего, а рисунок. Дело в том, что читают здесь справа налево. Получается ругательство. Автопарк Израиля обычно представлен достаточно свежими моделями. Редко можно встретить на улицах машин старше 10 лет. И хоть новое авто стоит очень дорого – стопроцентная ввозная пошлина – обновляют машины местные жители регулярно. Очень популярен лизинг. А вот внешность автомобилей. Редко можно увидеть машину без повреждений. Израильтяне мало обращают внимания на мелкие царапинки и вмятинки, которые получают автомобили на парковках. И только в арабских кварталах можно увидеть, ну, вот такое. Автомобили охранных структур отличаются дополнительной защитой стекол. Судя по вмятинам, защита эта уже не раз пригодилась. Одна из глобальных проблем, стоящих перед местными водителями – это парковка. Существуют крытые паркинги, направления которым подсказывают многочисленные указатели. На электронном табло – количество свободных мест на парковке. Но от такого паркинга до места назначения мало кому из водителей хочется топать по жаре. Поэтому ищут место у тротуара. А практически все места стоянки вдоль тротуара в центральной части Иерусалима – платные. Для оплаты используются те самые паркоматы, которых до сих пор нет на улицах Харькова. Здешние механизмы принимают монеты, купюры и кредитки. А следит за соблюдением правил недремлющее око видеокамеры. Камер на улицах – огромное количество. Опять же, требования безопасности. В случае что, полиция будет через минуту. Полиции много. Как на автомобилях, так и пешие патрули, и патрули на мотоциклах. В отличие от наших, здешние даже с включенной мигалкой спокойно стоят перед светофором и не лезут навстречку. А полицейские участки – настоящие крепости. Опять же, местная специфика. Пару слов о местных такси. Как правило, для такси используются свежие автомобили не меньше, чем Д-класса. Очень много видел «Октавии» и «Ешек» мерседесовских. Другие марки не столь заметны. В такси всегда есть счетчик, он же кассовый аппарат. Проезд недешевый, однако никто не запрещает торговаться. Но стоимость проезда – это следствие местных цен на бензин. Один литр 95-го стоит в перерасчете на наши 27 гривен. Почти вдвое дороже, чем у нас. Поэтому, если хочется увидеть как можно больше, то лучше на своих двоих. Пешие прогулки по Иерусалиму для подготовленных туристов. Здешний рельеф далек от равнинного. Улочки идут то вверх, то вниз, нередко по лестнице. Покрытие в историческом центре города, как правило, камень. Скользкий. Поэтому для дам высокий каблук противопоказан. И лучше всего изучают местные достопримечательности вечером или даже ночью. Не так жарко. Многие магазинчики работают до полуночи, а иллюминация – дополнительный бонус. Не нужно бояться заблудиться. Во-первых, все надписи на указателях дублируются на трех языках. Иврити, арабской вязью и латиницей. А во-вторых, минимального знания английского вполне достаточно, чтобы спросить дорогу у местных. Отдельного упоминания заслуживает Иерусалимский трамвай. Здесь он ходит только по одному маршруту, но этот маршрут захватывает наиболее интересные для туристов места. Да, трамвай здесь покруче, чем наши Хендай. Ходят точно по расписанию, не задерживаются и, конечно же, не ломаются. Современные вагоны общей длиной метров 40 с комфортом перевозят пассажиров. Но, чтобы попасть внутрь, нужно купить билет. А это задачка для развитого интеллекта. Стоимость проезда 2 доллара, то есть 24 гривны. При входе в вагон билет нужно погасить в специальном аппарате. С этого момента у пассажира имеется полтора часа для пользования трамваем. Более чем достаточно. Пытаться проехан с зайцем не стоит. Контролеры появляются в салоне частенько. Следует помнить, что трамвай ходит лишь до полперого ночи. Это следует учитывать при вечерних прогулках. Объектов достойных внимания туристов в Иерусалиме огромное количество. История города начитывает свыше двух с половиной тысячелетий. Знаменитая Стена Плача, пожалуй, главная достопримечательность. А мне повезло увидеть ее и с обратной стороны. И даже посмотреть на ее подземную часть. Тут же главная святыня мусульман – мечеть Аль-Акса. Ну и христианские святыни неподалеку. Что касается шоппинга, то наибольшей популярностью у туристов пользуется местная косметика. Магазинов, магазинчиков и лавочек, торгующих всей этой биохимией, превеликое множество. А еще пользуются спросом всевозможные изделия серебра, которые также в огромном количестве предлагают местные торговцы. Кстати, за все тысячелетия с давних времен до настоящего времени в Иерусалиме используется один и тот же строительный материал – песчаник. Поэтому все дома одного цвета. И что для меня стало неожиданностью – огромное количество зелени. Как искусственно высажены, так и естественного происхождения. Тут даже степ имеется. Почти как под Херсоном или Николаевым. Ну вот, собственно, я сосисляюсь с Амистой. Посажена в этом чудесном месте сосна. Как она называется, Господи? Кипрская сосна. Место это очень интересное. Это ровно середина пути между Тель-Авивом и Иерусалимом. И в этом месте очень много было исторических событий. Все армии, которые проходили по территории Израиля, обязательно проходили через это место. А теперь, как символ мира, здесь будет разбиваться искусственный такой лес, состоящий из сосен, посаженных руками людей, которые, не знаю, что-то хорошее, наверное, для Израиля сделали. Вот мы тоже сделали что-то хорошее для Израиля. От Харькова помощь еврейскому населению этой местности. Пригороды Иерусалима и ближайшие окрестности города я изучал из окна автобуса. Окна у местных автобусов, как у автомобилей, чистотой не блещут. Местные жители крайне редко пользуются услугами автомоек. И хоть лужа, а тем более грязь на здешних дорогах, невиданное явление, пыль из окрестных иудейских гор крепкий ветер приносит постоянно. Путешествие в автобусе или на автобусе Израиля имеет свои преимущества. По крайней мере, здесь прохладно всегда работает кондиционер. От солнышка можно огородиться шторками. А если приспичит посмотреть красивые пейзажи, насколько они могут быть красивы в этих краях, тогда можно всегда шторку откинуть и наблюдать в окошко за прелестями израильской земли. Пейзажи за окном разнообразием не блещут, зато можно увидеть, как выглядят те самые израильские поселения. Некоторые из них давно превратились в целые города. А в новых часто встречаются так называемые караваны. Домики модульной конструкции, чем-то напоминающие транспортные контейнеры. Каждое поселение обязательно обнесено ограждением. А вблизи Иерусалима та самая стена, построенная в начале 2000-х. Полезный пример для современной Украины. На окраинах Иерусалима, где междугороднее шоссе переходит в городскую трассу, отлично видно, как плотно застроена вся территория. В городе земля жутко дорогая, поэтому используется буквально каждый ее клочок. Из-за этого отдельные районы издали очень похожи на огромные муравейники. Однако высотных зданий крайне мало. Пять этажей редко больше. Это следствие использования того самого песчаника. Он не отличается высокой прочностью. Зато цена квадратного метра жилья в центральной части города ровно в 10 раз выше, чем в Харькове. В общем, интересный город Иерусалим. Понравилось. Жаль, только три дня у меня было, чтобы им полюбоваться. Ну а на закуску самое сильное впечатление на меня, человека, рожденного в СССР, произвели не религиозные объекты, не пейзажи или обращики современной культуры, а люстры из чешского хрусталя, висящие под сводом арки в армянском квартале. Видимо, те, что вывезли эмигранты из Союза. Думали, ценность большая, а новичка как оказалась. И в заключительной части программы об автоспорте. Старт чемпионата Украины по ралли, который так долго ждали спортсмены и болельщики, состоялся в Закарпатье. Соревнования получили громкое название «Ворота Украины» и стали серьезным испытанием для техники и экипажей. 21-22 июня на территории Закарпатской и Львовской областей прошел первый этап чемпионата. Напомню, что по календарю соревнований, составленному в прошлом году, стартовать чемпионат должен был еще в марте, но... К счастью, командам удалось поездить на кубковых гонках, однако чемпионат ждали с нетерпением. Увы, дождались не все. На старт вышло около 20-20. Мы в этом году потеряли Крым, мы потеряли Донецк. Это очень большая часть Пелетона. И вот эти 20 участников, которые у нас были, конечно же, такого не было у нас многие-многие годы. Организаторы ралли «Ворота Украины» сумели сделать первый этап чемпионата особенным. Трасса получилась очень необычной для многих гонщиков. И ее главная особенность – асфальт. То есть, в отличие от грунтовых дорог, здесь машины могли сполна проявить свои скоростные характеристики. Замечательный этап. Два интересных спецучастка, разные по покрытию. Один спецучасток асфальтовый, почти полностью, второй – гравийный. Соответственно, смены резины нет возможности сделать. Поэтому едешь оба спецучастка на одной резине. Вот, нужно выбрать тактику, выбрать, как ехать. Заявленный организаторами асфальт, местами, как это принято у нас в стране, представлял собой, по сути, гравийные отрезки. Поэтому командам пришлось сделать выбор, какую резину ставить на машину. Дополнительной трудностью такого выбора стала погода. Дождь сменялся солнцем, подсушивающим трассу, а затем снова дождем. Быстрее всех в таких условиях получалось ездить у Александра Салюка и Евгения Червоненко, которые выиграли все этапы, кроме одного, о котором случилась проблема с колесом. Однако и наши земляки из команды «Хадо Моторспорт» Николай Чемпионов с Александром Вельчинским уступали чемпионам не слишком. Экипаж харьковчан показал ровные результаты, без ошибок пройдя все этапы. Ребятам просто не хватило мощности, чтобы победить лучшее время. А вот второй экипаж «Хадо Цев», реально претендовавший на победу в классе, увы, сошел с дистанции, вернее, слетел. Насчет аварии, это явилось самым замечательным таким явлением этапа. Я скажу так, что машина пострадала очень сильно. Она спасала экипаж, на котором у нас не оказалось ни царапины. Но машину мы уже восстановили, так что она будет представлена уже буквально через неделю на старте в Херсоне. Удивительно, но при такой аварии пилоты Штурман не получили ни царапины. Машина все приняла на себя, максимально защитив экипаж. Из расселены, в которую провалился Форд, его вынимали 4 джипа с лебедками. И процедура заняла 3 часа. А на гонке ворота Украины исходы с дистанции оказались нередкостью. До финиша добралось только 9 машин. Очевидно, что на следующем этапе, который пройдет через неделю в Херсоне, борьба за призовые места разгорится не на шутку. Ведь нужно же наверстывать упущенное. Команда Хада Мотоспорт выйдет на старт второго этапа чемпионата в полном составе. И с серьезным намерением завоевать высшие ступени пьедестала. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу. И мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла.